Итак, в данном видеоролике я бы хотел более подробно рассмотреть пост касательно рынка обратного репо в США, провести корреляцию дальнейшей политикой Федеральной резервной системы США, это же Центральный банк американский, и непосредственно озвучить свою стратегию. На мой взгляд, она безопасна и не то чтобы диверсифицирована, но она имеет два обратных эффекта, где и при одной ситуации не присядешь на остре, и при другой ситуации на эту острую штучку не присядешь. Ну, вы сами понимаете, на что. Потому что ранее такая стратегия тоже окупалась, и, соответственно, опыт есть. Ну и, соответственно, помните, что данный видеоролик не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, он носит абсолютно аналитический характер, и призывов к совершению тех или иных сделок на рынке я не призываю. Ваши деньги, ваш капитал. Вы знаете, я сразу открою данный скриншот и хочу вам указать вот на эту левую, левый скрин. Overnight Reverse Ripple. Так вот переводится. Озвучивается, то есть обратное репо. Вот смотрите, в чем суть. На рынке обратного репо в США произошел фееричный взлет уровней. То есть, видите, с, читайте, апреля по сегодняшний день, почти по конец мая. Соответственно, вопрос, как теперь пособит ФРС? Непонятно. Вообще непонятно. Тишина. Молчат. Ибо в такой ситуации надо уже куе как можно быстрее сокращать. И денежно-кредитную политику сильно ужесточать. Инфляция в Америке в этом году, уже сейчас, составляет почти 5%. К концу года, вероятнее, мы уже десятку получим. В такой ситуации уже значение ДКП было бы рентабельно до 3-4, ну максимум 5%. Ну 3-3 это вообще минимум. Соответственно, чиновники ФРС тоже не сам Джером Пауэлл, не глава ФРС, нет. А именно посредственные чиновники ФРС. Они озвучат одну тему, что, мол, ФРС начнет обсуждать сворачивание экстренного стимулирования, оно же куе, на ближайших заседаниях. Переходим назад к тому посту, который был сейчас. Вот сюда. Во-первых, вот данная ситуация на рынке Репо подтолкнула объем резервов, которые были запакованы в ФРС, к новому рекорду свыше 500 миллиардов долларов. То есть то, что было указано на графике. Во-вторых, Федеральная резервная система, он же Центральный банк американский, показал, что сумма запасов на ночь выросла еще на 38 миллиардов долларов до уровня 433 миллиардов. Ну, почти 500, округленным имеется в виду. Вот, и, соответственно, это была третья по величине в истории сумма, которая составляла довольно весомое количество денег, скажем так, в системе. Вот смотрите, что это вообще означает. Есть три причины. Первое. ФРС выводит казначейские облигации с рынка через покупки, ну, через программу КУЕ, количественного смягчения. То есть непосредственно закупаются облигации так или иначе. И возвращает их обратно через РРП. Иными словами, это производные инструменты. Не буду улыбаться подробностей. Давайте продолжим дальше. Смотрите. Второй нюанс. Еще про сообщение написали. Все. Отмело убрал все. Второе. Интенсивное использование механизма РРП говорит нам о том, что иностранные банки также переполнены резервами. Третье. У банков больше нет баланса, чтобы складировать резервы на текущих уровнях спреда. Далее. Что касается непосредственных рыночных последствий, то они еще более зловещие. Это я не утрирую. Я вам говорю по факту. Потому что непонятны дальнейшие стратегии ФРС в рамках текущей парадигмы. Они молчат. Они говорят, что все хорошо. Волноваться не о чем. А это ложь. Мягко говоря. Вот смотрите. Либо ФРС сейчас придется поднимать ключевую ставку, ужесточать ДКП. Либо ставку в отрицательное значение забрасывать. В минус там 0,25, минус 0,5, минус 1%. Но это маловероятно. Снижение ключевых ставок в отрицательное значение. Потому что это уже будет удар по банковскому сектору американскому. Нужно ли это американцам? Я думаю, что нет. Это маловероятно. Никогда такого в истории еще не было. Чтобы американцы в отрицаловку спускали значение. Именно ключевую ставку. Соответственно, я больше склоняюсь к тому, что рентабельнее именно ДКП ужесточать. И, соответственно, программу КУЕ сворачивать. Хуже того, поскольку ФРС все еще планирует потратить по меньшей мере 1 трлн долларов на КУЕ, даже если предположить декабрьское сокращение и потенциально целых 2 трлн долларов, то их просто негде уже размещать в этих резервах. Логику ловите. Деньги переполнены. И, соответственно, я сделал примечание. Смотрите, если все-таки ФРС, сдуру, подчеркиваю, сдуру, решится отправить ставки в отрицательное значение, подчеркиваю, что маловероятно, то цена на драгоценные металлы резко взлетит в космос. Потому что люди будут выходить из облигаций, конкретно в акции не войдут, они дорогие. Пузыри, они-то понимают. Участники рынка большие. Соответственно, они будут парковать деньги где-либо еще. Где? В драгметаллах. Оно так традиционно и бывает. Далее. На графике, который я в начале ролика показал. Овернайт реверс репо. Черно-белый график вот этот. Вот. Давайте еще раз покажу. Вот именно 17 марта. Вот. Сейчас открою. Вот видите? Вот. Это март. Курсор видите, да? Вот видите? Вот он. 21 год. Видите? Я сейчас обвожу. И вот он, март. Видите, март? Вот здесь. Это март. То есть, март начался весь этот... Кипиш. Соответственно, 17 марта, чуть более двух месяцев назад, объемов не было. Вот видите? Вот. Линейка. Все. Ничего не происходит. Тишина. Соответственно, сегодня график почти 500 миллиардов долларов. Вот. Видите? 432 момента. Ну, 500 округлено. И вот как за два месяца выйти с нуля на 500 миллиардов? Вопрос, да? И фактически сегодняшняя ситуация была не только одной из самых больших за всю историю, но и самой большой печатью. Не за квартал, не за год, а за все это продолжительное длинное время. И, соответственно, на рынке репо сейчас невероятное количество наличных денег. Вот. И очевидно, что ФРС забирает слишком много залога с рынка. И в связи с этим получается такая картина. Вот это, конечно, меня и напрягает лично. И смотрите. Далее. Паул, Джером Паул, делает вид, что может продолжать вести дела в обычном режиме. Куе надолго, ДКП надолго, пакет стимулирован надолго. Экономика американская еще якобы не восстановилась. Это все лапша на уши. Но широкий рынок в это верит. Соответственно. Еще раз, господа, напомню, что толпу к прибыли не повезут. Запомните. Блин, я уверен. В один момент времени мы получим лютое ужесточение ДКП. Давление будет колоссальным на всех рынках. Так что вот я к этому реально готовлюсь. И я вам скажу в конце цели, почему. К этому и, соответственно, как поступать. Соответственно, банки, по гору набитые инертными резервами, увеличивающие на 30 миллиардов долларов в каждую неделю, определенные проблемы в себе содержат. По сути, отказы даже от копейки доп. ликвидности тоже нерентабельно. И как ФРС будет продолжать монетизировать долг тогда, когда система repo теперь лишена залога, остается только гадать. И важно учитывать одно, что если, подчеркиваю еще раз, еще раз, если все-таки уже в этом году ДКП ужесточается, сворачиваются куе, все фонды в рынке, все сырьевые рынки, они будут падать на факторе роста индекса доллара. Укрепление будет, сильное укрепление. В рамках ужесточения денежной кредитной политики. В связи с этим доходности трежерис США будут сильно падать, снижаться. То есть народ будет бежать в трежерис, народ будет... То есть из рынка акций, сырьевых рынков, они будут бежать в трежерис, в трежере, в гособлигации. Соответственно, даже рынок драгметаллов может оказаться под давлением. Но смотрите, важно учесть то, что мы живем в рублевой зоне. То есть российский рубль, правильно? Правильно. Северная Евразия. Соответственно, рынок драгметаллов, вот номинальный рынок драгметаллов, видите, серебро, золото, платина. Вот уж видите, золото 1907 долларов, серебро 28 баксов, платины 1203 доллара. Это номинал в долларах. Подчеркиваю, в долларах. Соответственно, в долларах цена резонно может начать свое снижение. Не сильно глубоко, нет, не сильно. Но снижение, такое локальное снижение. И, соответственно, мы-то покупаем... Ну, то есть я, к примеру, там, дядя Вася, тетя Мотя, дядя Петя, там, баба Дуся, все они покупают в рублях. К примеру, говорят, там, слитки, например, да, на золото, на платье, на серебро. В рублях. Соответственно, я к чему веду? Во-первых, посмотрите вот на этот скриншот. Вот видите, вот таблица указана. Видите, кодировки, продажи, покупок мерных слитков. Это первое. Это 2014 год, 30 июня. Видите, вот первое, то, что я сделал красным шрифтом. Второе, тоже красный шрифт, это 26 января 2015 года. Диапазон полгода. В этом диапазоне было сильное укрепление доллара на факторе ужесточения денежной кредитной политики от ФРС. Продолжаю свою мысль. В связи с укреплением доллара начнется уже коррекция на всех сырьевых рынках. Рубль будет сильно падать. То есть, при ужесточении ДКП, денежной кредитной политики до 3 или, не дай бог, до 5 процентов, вот такой аншлаг тогда получится. Вот такой аншлаг. Это 2014 по 2015 год аншлаг. Резкий рост доллара, укрепление. Соответственно, сырьевые рынки вниз, рубль вниз, индекс доллара вверх. То есть, пара рубль-доллар тоже будет дорожать. Соответственно, и цена на золото, серебро и платину в рублях, еще раз, не в долларах, в рублях, будет расти на факторе девальвации рубля. Вот посмотрите. Вот вам график. Вот видите, синяя линия. Золото, килограмм, 2014 год, стоил 1 миллион 779 тысяч. Золото за 1 килограмм, 26 января 2015 года, через полгода, стоило уже 3 миллиона 348 тысяч. Я почему об этом говорю сейчас? Потому что я не знаю, что федералы предпримут в дальнейшем. Не знаю. Они сейчас будут хаотично работать. Но я понимаю, что ужесточение ДКП, оно, скорее всего, состоится уже либо, может, в этом году, либо в следующей. Потому что инфляция никому уже не интересна. Невыгодно. Китайцы вон уже лапы поджимают. Американцы то же самое. И, соответственно, с 14-го, с июня 14-го по январь 15-го рубль упал в 2 раза. Не в 3 раза, это я печатался, а в 2 раза он упал. И драгметаллы тоже подорожали в рублях в те же самые 2 раза. Так как цена на доллар выросла, да, рубль упал. И даже при коррекции на драгоценном рынке металлов, то есть при ужесточении ДКП, золото тоже падало. Серебро падало. Но в рублях росло, потому что девальвация помогла в этом плане. И как следствие, покупательная способность сохранилась этих денег. В номинале увеличилась. А в дальнейшем уже рост, скажем так, курсовой стоимости драгметаллов, она начала расти. Расти, расти, расти. И, соответственно, это как бонус по отношению к уже ранее купленным позициям, принес, скажем так, инвесторам в драгметаллы дополнительную прибыль. Это надо учитывать. И, соответственно, вот смотрите внимательно. И смотрите, два сценария есть. Вот смотрите, все как в фильме «Назад в будущее». Помните, когда во второй части Эмит Браун с Макфлаем прибыли в альтернативный 1985 год, где Биф Таннен уже является отчимом Макфлая, Марти, да, а Эмита Брауна признали шизиком. Вот тут та же самая ситуация. Внимание. Ф, Р, С. Вот смотрите, одна линия времени идет. Это инфляция. Инф плюс мягк ДКП плюс КУЕ. Так, инфляция, мягко ДКП плюс КУЕ. Ну, почерк, как курица лапы, но я думаю, всем понятно. Это та линия времени, где драгоценные металлы будут расти в своей цене. Расти в своей цене. Если ДКП не ужесточают, если КУЕ не сворачивают, как минимум до конца следующего года. То есть, если таких попыток не будет страны главы ФРС Джером Паула, то следующий год мы получим конкретно инфляционным. И учитывая то, что сейчас уже все почти сырьевые товары резко выросли, радикально, люто, конски, многие другие металлы пока топчутся на месте. Они только-только начинают свой рост. Я думаю, вы логика понимаете, правильно? Потенциал выше остается. Но это в рамках текущей стратегии времени. Текущей, понимаете, ситуации. Но если альтернатива, она обламывается здесь. Это осень. 2021 года. И она идет сюда. Альтернативная линия времени. Осенью, после отпуска американцев летнего, может ли ФРС начать говорить о том, что ДКП надо ужесточать, ставку поднимать, инфляция бабахнула, все. Могут. Соответственно. Нет. Инфляции Плюс Жесткая Блин. ДКП Плюс Нет. Куе. То есть, ужесточают ДКП, сворачивают куе. Что происходит с драгметаллами? Они будут падать, снижаться. Не сильно, умеренно, не сильно. Сырьевый рынок упадет от текущих своих проинфляционных значений, где он торгует сейчас. И, соответственно, индекс доллара будет расти. Вот. Две линии времени. Я сейчас склоняюсь именно к первой линии времени. По крайней мере, сейчас, до осени. Дальше я буду смотреть чисто по ситуации. И, соответственно, какая дальше моя стратегия получается? Я все равно покупаю слитки и на драгметал серебро. Потому что, например, в случае ужесточения ДКП до 3-5% получаем сценарий индекса доллара роста, как в 2014 году. Соответственно, даже если сейчас власть российская будет укреплять рубль до выборов в Госдуму. Например, до 68 рублей за доллар. Условно представим. 68,70. Вот такой коридор. И если вот эти ФРС уже осенью ужесточают, при плюсовом плюс 30-40 рублей к доллару. Ой, к паре рубль-доллар. 68 плюс 30-40. Это не Армагеддон. Нет. Не подумайте. Я просто предупрежаю. То есть, показываю развитие событий, какое слишком сильно, ну, может произойти, по крайней мере. Такой вероятный характер носит себе. Соответственно, рублевая цена, слитка, которую я, например, покупаю, да, на серебро, оно будет расти на факторе именно девальвации рубля, как я показал на этом графике. Вот в этой таблице. Вот он, 14-й, 15-й, вот тому пример. Все это номинировано именно в баксах. И почему я для себя сейчас избираю эту стратегию? Потому что я, а, я не Ванга, б, я не Нострадамус, ц, я не Хиромант, Д, я вообще хз, как правильно гадать. Пальцем в небо тыкать умеет каждый. А вот подушку безопасности подсидеть сможет не каждый. Я себе сейчас подкладываю подушку безопасности. Соответственно, не зная того, как дальше поступит ФРС, я смотрю на предыдущий отрезок времени. То есть, что росло гарантированно в рублях тогда? Какие инструменты? Это металлы. То есть, в рублях, когда они росли, на факторе девальвации того же, то есть, доллар растет, соответственно, рубль ослабевается, и цена в рублях так иначе растет уже на металлы. То есть, покупательная способность денег сохраняется. Другой же нюанс, как бонус в дальнейшем, это рост курсовой стоимости этих же металлов. То есть, тут или-или, и вот надо подстраховаться именно сейчас, вот прям сейчас. Ну и, соответственно, если я увижу уже гонор, конкретно гонор осенью, скорее всего, от ФРС, что, мол, инфляция реально растет, палку перегнули, блин, надо что-то делать. И это уже начало сворачивания к УЕ, ужесточение ДКП. Но, подчеркиваю, пока они молчат. До осени пока будут молчать. А дальше по ситуации посмотрим. Вот данный сценарий я просто описал, к чему я готовился, к чему необходимо я сейчас подстраховаться. Я не Армагеддонлю сейчас, не подумайте. Я просто показываю вам сейчас, на чем можно в номинале заработать, и как деньги можно покупательную способность сохранить. Об этом вам никто в Ютубе говорить не будет. А если говорить и будут, они не будут иметь опыта своего. Они будут пальцем в небо тыкать. А я вам сейчас говорю конкретно, что, какой опыт у меня тоже был. И какой опыт, возможно, придется повторить заново. В рамках текущей монетарной парадигмы. Но по серебру и по прочим драгметаллам все равно я остаюсь обычленным, бкообразным. Забыл. Бычески настроен, то есть по-бычему настроен. К этим металлам. Это надо помнить стратегически. Стратегически. Именно по-бычему. Поэтому, учитывая два этих сценария, один из них, он уже в этом году начнет осуществляться. Если первый сценарий, 22-й год будет инфляционным. Взлет конкретно будет по всему сырью в мире. Если второй сценарий, значит ДКП ужесточается, индекс доллара будет расти. Соответственно, сырье будет падать, рубль будет падать. Но в рублях металлы будут тоже в цене расти. То есть, так знаете, безопасная стратегия. Баланс. Это то, что надо понимать. По-другому никак. И непосредственно подводя итог, конкретно уже по рынку акций. Я все равно сейчас держу позиции. Я не шевелюсь. Аэрофлот, НЛ и Башнефть. Но параллельно я готовлю себе подушку безопадную, значит соломинку. Не оказаться потом, знаете, как принцем на горошине, да? А оказаться потом как принцем на охрененном мягком матрасе. Вот. Вам такую аналогию. Принц на горошине больно. Принц на матрасе мягко и приятно. Вот. Поэтому выбирайте стратегию принца на матрасе. Конкретно поможет. Проверим на личном опыте в том числе. И, соответственно, сейчас вы спросите, мол, так может доллары покупать, Михалыч? Может баксы покупать? Тариться ими? Нет, господа. Сейчас нельзя покупать просто валюту. Запомните. Я говорю об этом вам уже в конкретное время. Сейчас не просто валюту. Нужно подбирать. Надо сейчас бабки парковать в те инструменты, которые и при первом сценарии вырастут в цене. И при втором. Вот в чем главная стратегия заключается. Вывод в этом. И это надо понимать. Смотреть с точки зрения макроанализа, технического анализа и анализа сентимента рынка. Еще раз. Все люди, которые сейчас пришли на рынок за последние полтора года, их прибыли не повезут. Уже большие участники разгружаются об эту толпу. Учитывайте это. Поэтому нужно постепенно, плавненько подстилать себе соломочку. Вот. И я это повторяю, сделаю. Как поступите вы, решать непосредственно вам. Я озвучил вам такой вот сценарий, при котором вы и не потеряете, но сохраните покупательную способность денег и, соответственно, в номинале даже заработаете. Вот тут уже, знаете, все ходы просчитаны. Лабиринта тут нет никакого. Вот пока, условно говоря, представьте себе, лабиринт, пока там дядя Вася на заводе, тетя Мотя в буфете, баб Дуся сплетничает с бабками в подъезде. Михайлович бегал по лабиринту, да, и оставлял по метке. Маркер кончился, палец проковал, кровью начал писать. По лабиринту я вот условно бегал, там метки оставлял. Вот туда эти, туда эти, сюда эти, направо-налево. И вон там выход. Вон там свет в конце туннеля. Вот так, господа. У нас имеются медиаресурсы в каждом закрепленном сообщении под каждым видеороликом. В третьем пункте это телеграм-каналы. Это биржевик, акции РФ и США, валюта теханализ, официальный канал. Внимание, официальный канал, где 27329 человек. Второй, это биржевик банки, официальный канал, где 8117 человек. Биржевик, облигация, официальный канал, где 12130 человек. И биржевик, стерео-ринок, официальный канал, где 13897 человек. Также у нас имеется инстаграм-канал, в четвертом пункте. И в контакт-группа, в пятом пункте. Вот она, где 13653 человека. У меня больше нету других ресурсов, только телеграм, инстаграм, в контакт-группа и ютуб. В тинкофф пульсе меня нету. Нигде-либо еще меня нету. Только, повторяюсь, телеграм, инстаграм, в контакт-группа и ютуб. Все остальное фейк. Запомните это. Если я где-либо захочу создать еще один ресурс, я публично оповещу вас. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотная стратегия. Наши главные союзники. Пришло время защищать прибыль. Пришло время задуматься о ранее заработанных деньгах. И не продуть их в текущей ситуации, а сохранить покупательную способность и в номинале приумножить. Запомните, мы не ванги, мы не нострадамусы. Будущее никто из нас не видит. Поэтому приходится наперед продумывать ту или иную ситуацию, тот или иной сценарий, при котором и в первом варианте не прогадаешь, и во втором не прогадаешь. И там сохранишь покупательную способность денег, и в номинале увеличишь. И во втором варианте сохранишь покупательную способность, и в номинале увеличишь. Благодарю за внимание и до свидания.